я буду говорить в основном отличие от 50 дюймового варианте этого телевизора на коробке 139 сантиметров то есть в легковую машину уже вряд ли влезет но если у вас не хэтчбэк чтобы разложить сзади отличается тем что сетевой шнур не выдергивается видите это как бы минус а по интерфейсам но все одно и то же вот сетевой кабель для оптического кабеля для подключения саундбара обычные аналоговые рца это не компонент опять же в описании пишут компонент это не компонент компонент это когда пятерца идет разных цветов ну и под антенну здесь у нас с этой стороны тоже самое как и на 50 дюймовый панели 3 hdmi 3 юсб шки кам модуль и выход на наушники кронштейн у нас 300 на 300 веса кнопка включения немножко дальше от значками и первый раз включается он чисто с этой кнопочки эта клавиатура вскоре исчезнет когда обновиться и станет маленькая как в телефоне то есть она такая большая только можно сказать при включении в обзоре 50 дюймового всего мне просили показать как показывает эфирное тв вот так вот она показывает и хочу вам сказать что наверное если смотреть эти каналы онлайне то будет гораздо лучше картинка поэтому я не использую штатную антенну штатный разъем и так далее советую вам тоже пользоваться интернетом уж он везде практически есть но вот так показывает уже 4к картинка ярко красивая четко это youtube и можете послушать как играют родные динамики конечно же низких частот нету это на всю однозначно нужен вам конечно же саундбар да вот если все время жмете вниз на громкость то он автоматически ее полностью отключает ну вдруг вам нужно срочно кого-то услышать или зазвонил телефон тоже фишка очень интересно такая картинка отлично а вот 2 хотелось бы слышать хотя бы такой принципе оболочка та же самая прошивка тоже самое идет патч вол это фирменный рабочий стол то есть если вы нажимаете на кнопку ми на пульту то высвечивается такая вот менюшка где вы можете посмотреть и фильмы но скорее всего это также ссылки на различные источники как видите иви или там допустим ока у мега гол и так далее но здесь есть веб-зона так и вот здесь вот есть подарки здесь можете подписаться то за один рубль тонн вообще собственно бесплатно и посмотреть фильмы и разные но подписки в них течение какое-то время бесплатно то есть как ознакомительный период значит изначально я вам советую если у вас есть playstation или различные устройства которого будете почти мы подключать зайдите тот вход да он не будет показывать но я вам почему это советую сделать здесь будут настройки скрытые сейчас то есть жмем вниз и появились все такие вот настроечки режим hdmi и вот здесь отключите 20 обязательно включите все теперь можно будет управлять по ждем и кабелю всеми устройствами и у вас hdr режим включится так но основные настройки вы можете открыть так и либо с пульта нажать на микрофон на эту кнопочку и сказать открыть настройки здесь эфирное тв настройки устройства именно самого уже телевизора вот заставка интересно ставьте заставку chromecast не сиоми она очень красивая такая течение некоторое время будут перелисоваться такие красивейшие обои даже с надписями автора а вот нужно еще показать изображение и вот главная фишка что в основном меню изображение не меняется то есть вот то что вы сейчас менять и холодная температура по умолчанию либо теплая то есть нужно открыть эти настройки сказать микрофон когда вы смотрите какой телевизор и либо youtube и тогда уже увидите изменения и что я хочу вам сказать что шумоподавление лучше отключить адаптивную послевку лучше отключить в общем все это лучше отключить и тогда у вас не будет лишних помех шлейфов при динамических сцен а вот так показывает онлайн тв вот нт включили сейчас для сравнения мы включим эфирная тент и а вот так показывает просто телевышка ну разница незначительно есть видно немножко здесь пикселит мыло небольшое все-таки в онлайне лучше еще смотря конечно какое у вас соединение в общем будут у вас вопросы поэтому телевизору спрашивайте в комментариях можете посмотреть еще подробнейший обзор на xiaomi 50 он практически не отличаться от 55 дюймового панели всем удачи пока